Исходя из ваших комментариев, мне легче выбирать тему для наших уроков, поэтому обязательно под этим видео напишите тему, в которой хотели бы вы разобраться. С вами школа Тьютор Онлайн и я, Юлия Михайловна. Когда от вас требуется сделать синтаксический разбор предложения, это означает, что вы должны подчеркнуть все члены предложения. И в чем бывают трудности? Во-первых, когда вы спонтанно начинаете все подчеркивать. Ну, к примеру, если слово отвечает на вопрос «какой?», значит, быстренько волнистой линией подчеркнули. Или отвечает на вопрос «что?», значит, по-любому подлежащее. Нет, сегодня мы должны с вами разобраться со всеми этими вашими проблемами и уже никогда не допускать ошибок в синтаксическом разборе. Первое, что нужно сделать обязательно, это подчеркнуть грамматическую основу предложения, то есть главные члены, подлежащее и сказуемое. На нашем канале Тьютор Онлайн есть уже видео подробные про все виды подлежащих и про все виды сказуемых, поэтому обязательно пройдите по ссылкам и пересмотрите их. Ну, а мы идем дальше. Синтаксический разбор предложения от вас требуют уже в начальной школе, но это будет такой очень упрощенный вариант, когда есть у вас и подлежащее, и сказуемое. Переходя в среднюю, а потом и в старшую школу, естественно, вы сталкиваетесь и со сложными предложениями, то есть когда в предложении несколько грамматических основ. Я для вас подготовила предложение. Если ты не знаешь ответа на какой-либо вопрос, тебе всегда помогут наши преподаватели школы Тьютор Онлайн. И это, кстати, правда. Давайте здесь подчеркнем грамматическую основу. Предложение сложное состоит из двух частей. В первом, если ты не знаешь ответа на какой-либо вопрос, грамматическая основа является ты и не знаешь. Почему? Потому что кто ты, то есть тот, кто выполняет действие ты, именно ты, и твое действие не знаешь, что делаешь. Все. Смотрите, больше слов на такие вопросы, которые отвечают нет в предложении, ну, соответственно, и больше грамматической основы нет. Во второй части, тебе всегда помогут наши преподаватели школы Тьютор Онлайн. Подумайте, кто и что делает. Кто? Преподаватели. Что они сделают? Они помогут. Подлежащие преподаватели, сказуемое помогут. Видите, сложностей здесь никаких нет. В восьмом классе вы изучаете уже виды сказуемых и совсем непростые подлежащие, а также односоставные предложения. К примеру, наше предложение можно перестроить, выкинув наше подлежащее. Если ты не знаешь ответа на какой-либо вопрос, тебе всегда помогут в школе Тьютор Онлайн. В первой части у нас, как было, так и осталось двусоставное предложение с подлежащим и сказуемым. А вот во второй части мы подлежащее специально убрали, и у нас осталось только сказуемое. И вторая часть будет односоставное предложение, неопределенно личное. И схема этого предложения будет такой. Обязательно союзы, союзные слова выносим. Подлежащее сказуемое. И в главной части у нас только односказуемое, и больше ничего не может быть. Когда грамматическая основа подчеркнута, нужно переходить к второстепенным членам предложения. И вот вам таблица упрощенная, которую вы можете всегда пользоваться для разбора предложений. Давайте ее рассмотрим. Итак, подлежащее и сказуемое мы с вами разобрали. В пункте, какой частью речи они выражаются, у вас указано существительное местоимение для подлежащих и глаголы прилагательные для сказуемых. Я вам говорила, что в восьмом классе вы изучите их более подробно, поэтому, если вы уже хотите что-то узнать, обязательно посмотрите наши готовые видео. Также пример разбора предложения у вас будет всегда перед глазами, поэтому сохраните себе эту таблицу и обязательно пользуйтесь. Но не на контрольных. Простой алгоритм действий для выполнения синтаксического разбора предложения. Первое. Выделяйте грамматическую основу. Второе. Подчеркивайте второстепенные члены предложения, которые относятся именно к подлежащему. Третье. Подчеркивайте второстепенные члены, которые относятся к сказуемому. И четвертое. Подчеркивайте оставшиеся второстепенные члены. Как видите, самое главное это подчеркнуть грамматическую основу, а дальше вы действуете по таблице, которую я вам уже рассказала. Давайте закрепим наше знание на примере. Шел клочьями белый снег, кружась над мостовой, и уже засыпал дорогу, ведущую в церковь. Первый пункт. Подчеркиваем грамматическую основу. Что выполняет действие? Снег. Что делал снег? Шел и засыпал. Сказуемые у нас однородные, так как относятся к одному члену предложения, то есть к подлежащему. Следующее по алгоритму мы должны подчеркнуть второстепенные члены, относящиеся к подлежащему, то есть к слову снег. Снег у нас какой? Снег у нас белый. На вопрос какой отвечает определение, которое подчеркивается волнистой линией. Определение здесь выражено прилагательным. Давайте я для вас еще и части речи буду подписывать. Итак, здесь прилагательное. Снег. Подлежащее выражено существительным. И сказуемые, выраженные глаголами. Давайте посмотрим, есть ли у нас еще второстепенные члены предложения, которые относятся к нашему слову снег. Снег какой? Белый. И все. Больше ничего сюда не относится. Значит, берем первое сказуемое. Шел. Шел он у нас как? Клочьями. Именно как? Ничем, правильно? Чем это если бы ногами. Если как? Значит, это обстоятельство. Подчеркивается точкой тире, точкой тире. И выражено наше обстоятельство существительным. Далее. Шел как? Кружась по мостовой. Кружась это дея причастия. А если у нас есть дея причастия с зависимыми словами, так? Кружась над чем? Над мостовой. Значит, это будет дея причастный оборот. Я поставлю его границы. Дея причастный оборот, так как отвечает на вопрос как, является обстоятельством, в нашем случае обособленным, то есть выделяется с двух сторон запятыми, и относится к нашему первому сказуемому. На этом второстепенные члены предложения, относящихся к нему, заканчиваются. И идем ко второму сказуемому. Засыпал. Когда у нас засыпал? Да? Уже. Уже засыпал. Уже это законченное действие. Уже наречие. Подчеркивается у нас точкой тире, как обстоятельство, так? Засыпал он что? Дорогу. Кого? Что? Вот здесь внимание. Ошибку, которую допускают многие. Слово отвечает на вопрос что, значит подчеркивают как подлежащее и даже не вчитываются в предложение. Ребят, нужно вчитаться. У нас же не дорога выполняет действие правильно, а снег. Значит, дорога будет дополнением. Еще для вас звоночек. То, что здесь будет окончание у, но никак не может быть с таким окончанием подлежащее. Дорогу это винительный падеж. Винительный падеж это только дополнение, подчеркивается в пунктирной линии. И у нас осталось ведущую в церковь. Это дорога, да? Дорога какая? Ведущая в церковь. Ведущая это причастие. Тем, кто путает причастие и прилагательное, я отправляю вас уже к готовым урокам. Ну и пару слов о том, как их отличать. Ведущая от слова вести, то есть от глагола. Если от глагола, значит перед нами причастие. Итак, ведущую куда? В церковь опять. Причастие с зависимым словом это причастный оборот. Подчеркивается волнистой линией, потому что отвечает на вопрос какой? То есть это в любом случае определение. А почему мы здесь ставим запятую? Да потому что наш причастный оборот стоит в постпозиции, после слова, к которому относятся дорогу, ведущую в церковь. Если я изменю это предложение, к примеру, и уже засыпал ведущую в церковь дорогу, тогда бы здесь запятых никаких не было. Вот так выполняется просто синтаксический разбор. Видите, сложного ничего нет. Главное знать, на какие вопросы отвечают члены предложения и подчеркивать, как и надо. Если же мой урок оказался для вас сложным, быстрым, непонятным, то вы всегда можете обратиться к нашим преподавателям школы Тьютор Онлайн. Ссылка под этим видео. Регистрируйтесь на сайте, выбирайте себе лучшего преподавателя и обязательно учите русский язык. Пишите и говорите грамотно. Регистрируйтесь на сайте, выбирайте себе лучшего преподавателя.